ребят всем привет сегодня распакуем вот такую коробку забрала из дека сегодня в общем это должна быть видеогарта 3070 м то есть лаптоп вот заказывал я ее через телеграм-канал майнингуру оплатил я все это дело где-то 4 августа вот и 7 августа приехала вот ну по моему адресу вздек вот сегодня я забрал сегодня у нас восьмое число вот сейчас откроем посмотрим как что доехало потом ставим в риг вот и собственно попробуем ее запустить с ригом в том риге будут карты 1660 и карта 3060 вот в солянке будет ли работать эта карта или придется как-то делать отдельный риг собирать под нее это мне предстоит еще выяснить и с этим ознакомиться в общем-то запакованы это все в такую коробку здесь у нас все в пупырки коробка дальше пустая пупырки достаточно много поэтому я думаю что проблем быть не должно логотип пожалуйста майнингуру ребята все довольно быстро оформили и довольно таки быстро приехала в принципе я бы не сказал что прям долгая доставка вот так что под заставки претензий вообще к ребятам нет это дело распаковываем вот такая вот у самой карты упаковка то есть она в блистере идет ну и быстро уже открыт видимо или он вообще не запаковывается блистер убираем вот такая карточка 2 кулер к 6 плюс 2 пин две трубки в общем-то состояние новый ну собственно чё 4 видео входа или выхода как их правильно назвать не знаю собственно внешних каких-то претензий к этой карточки нет как я понимаю эта карта у нас первой версии когда они только появились вот собственно теперь нам ее остается вставить в риг подобрать драйвера чтобы со всеми вместе она работала и собственно все бы по и тут по моему пластиковый или алюминиевый честно говоря непонятно похоже на пластик что ставлю рик а потом включусь как разберусь с этим всем делом я вам обо всем расскажу итак ребята вот мы зашли в личный кабинет хайло здесь у нас мы видим что драйвера 510 60 02 стоят вот и вот такая вот солянка из карт то есть 3060 тянул и чар и 1660 вот всего у нас получается 5 карт лаптов получается будет 6 дальше что касаемо этого рига это риг не мой то есть он стоит у человека и все эти манипуляции производится получается удаленно эту карту 3070 лаптоп опять же просто заказывают человек через меня вот и получал ее поэтому я вздеки просто я эту карточку потом отдал ему он ее поставил в риг вот сейчас я пытаюсь ее настроить и так согласно драйверов мы будем менять версию 510 60 02 на версию на версию или 470 82 00 или на версию 470 63 01 вот если у меня запустится с первым вариантом 470 82 00 то я дальше не буду ломать голову и оставлю все так просто как бы потом воткну разгон вот оптимальный тому чтобы работала вот а потом уже по стабильности можно будет туда-сюда это все отыграть или увеличить вот и собственно будет или должно у нас все получится вот теперь что вставляем карт 3070 лаптоп которая у нас приехала и будем пробовать настраивать и я вот сюда куда-нибудь прикреплю фрагмент видео то есть с этим ригом вот таким комплектом то есть 5 видеокарт да и с потреблением на ватт-метр из розетки вот и потом когда поставим 3070 лаптоп тоже посмотрим на потребление с ватт-метра вот сколько там прибавится но дальше будем пробовать наладить все это дело вместе с карты 3070 которые у нас ставится в этот риг и будем пробовать обновить драйвера на те которые я запутал ранее в общем карту вставили в риг она у нас здесь вот они отображаются еще шестая карта но в риге она уже отобразил все вот здесь вот как gpu 6 geforce 370 mobile nvidia мил функцион какая-то там или мал функцион но не суть в общем она у нас никак еще не работает и нужно для того чтобы она заработала поставить драйвера и так как мы будем делать драйвера для начала их нужно найти как я и говорил нам нужны драйвера 470 82 00 вот с них начнем для того чтобы скачать эти драйвера нам нужно перейти в google я нашел вот такой вот сайт архив драйверов для юнекс мд 64 и здесь мы ищем 470 82 00 какие нам надо 400 так 473 400 вот 470 82 00 переходим сюда нажимаем загрузить сейчас здесь мы переходим в хайф нам нужен хайф шелл старт сейчас загрузится так заходим по ссылке открывается у нас окно и здесь чтобы нам это все обновить нам нужно nvidia drive update вставляем и здесь пробел и нам нужно ссылку вставить на эти драйвера здесь копировать адрес ссылки и вставляем вот сюда pass from браузер вот сюда вот ссылочку вставить нажимаем окей и здесь нажимаем enter и у нас в общем должны по идее скачаться и установиться драйвера в общем наблюдаем и ждем я ничего не буду отключать останавливать вот как есть видео так оставлю там уже смотрите сами хотите перемотаете хотите там и как-то будете смотреть просто ну чтобы мне монтажа меньше и как бы вы все видели как что зачем и сколько это время не занимает а и и и и и и и и в общем здесь спрашивает что типа у нас стоят драйвера 510 60 02 и типа он удалится и нужно поставить и поставится версии 470 82 и здесь типа нужно подтвердить вот ну это насколько я понял да здесь мы тогда напишем с а бхс и интер и ждем я как бы первый раз это делаю и если какие-то там неправильные действия вы меня поправьте что в следующий раз я это делал правильно просто я вот насколько нашел информацию там сам да мне никто ничего тут не учил не показывал вот я просто как бы спросил что нужно установить драйвера мне сказали да через хайф типа это реально вот и я вот как бы загуглил и вот делаю да а правильно или нет это уж как говорится не знаю поэтому если я что-то делаю неправильно в этом не в комментариях поправьте и расскажите как лучше делать или ссылку дайте на какую-то статью там до правильную как это все нужно пошагово там записывать или устанавливать не ну я как бы делаю вот так и надеюсь что у меня все получится безо всяких танцев с бубном в общем пока просто ждем вот в общем подождали у нас пошел процесс дальше это понял они сейчас скачаются и установится в общем короче ждем до последнего дата лова да пока это все у нас не сказать скачается установится в общем как будет подтверждение что да все готово тогда мы перезагрузим рик в общем и будем смотреть уже что у нас из этого получилось вот я отключаться не буду так что просто сидим наблюдаем когда и совсем забыл здесь нам нужно остановить майнер вот это одно из важных в общем моментов потому что как я прочитал в интернете да и многие мне сказали что перед тем как обновлять или хайф с или драйвера в нем до хайф или скачиваешь ты их то есть встроенный в хайф обновляешь то майнер 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 нужно останавливать здесь видите у меня ошибка и короче у меня сейчас возможно будет криво встать но я буду надеяться что как бы все будет нормально блин вот это конечно косяк конечно косяк но если что переделали ждем как закончится этот весь процесс и уже потом будем посмотреть у нас получилось все-таки еще попробую остановить вот здесь процесс в общем то прошел еще стадию и теперь по ходу загружается в общем ждем пока ошибок нет все нормально я надеюсь что все будет хорошо опять эти ошибки в общем они не отключаются не останавливаются я надеюсь что все будет нормально в общем все у нас установилась у нас теперь должно все встать на место теперь мы заходим перезапустим рик и где-нибудь здесь я вставлю видео сейчас мы попробуем ну настроим хотя бы более-менее до разгоним эту 3070 лаптоп если у нас все заработает вот и я где-то здесь вставлю видео как это все в риге да и потребление тоже на ваттметре где-нибудь сторонке вставлю так у нас что рик перезагрузился вот карточка 6 появилась сейчас ждем окончательной перезагрузки здесь у нас она определилась как 370 лаптоп nvidia samsung память отличная ddr6 ну поел их его ты у нас не отображается драйвер кстати вот 470 80 200 собственно все у нас установилась сейчас все прогрузится обновим страницу так но здесь сразу можно наверное как-то выставить ну пока поставлю 1300 а здесь поставлю пока 2500 2500 2500 и применить отлично так ждем так здесь мы напишем сейчас майнер ела мотала что не так долго прогружается от чего зависит не знаю сейчас выйдет на свой хешрейт вот эти пульки успокоиться вот и уже потом мы все увидим как она у нас будет так откроем так это у нас а это нб-майнер а нам надо так это у нас а это нб-майнер а нам надо так нб-майнер все работает да а тирекс-майнер тирекс-майнер вот то есть у нас определились 36 айла чар 61 мега хэш и лэптоп тоже определилась то есть все нормально у нас тут работает и так лишь 1660 в общем все хорошо сейчас какое-то время у нас выйдет на свой хешрейт я пока вот так оставлю на этих значениях пока гнать не буду вот сейчас ну спорт устаканится там денек-два поработает если все будет стабильно я буду прибавлять по чуть-чуть буду прибавлять прибавлять и так как бы до максимума да насколько смогу разгоню вот и если не будет там насыпать например и джек ты да вот на максимальном разгоне сколько я смогу тут разогнать то оставлю так если будет цепь режекта это как бы убавлю поэтому пока вот так вот ну вот 6334 можно наверно еще сюда добавить 2700 сразу поставим сюда поставим на 1400 стоп 400 вот так вот наверное вот и пока пусть будет так если будут вопросы почему здесь одна карта копает на кастом пол да я вам вот могу показать сразу что это у нас пират спул знаете да канал оператор майнинг там как бы у них два канала даже вот в общем кому надо найдете да и у них свой пул это наверное скорее всего тестирует что-то там на этом пуле или это классик копает поэтому как бы но не знаю рек не мой поэтому такие вопросы не задавайте чего она там как я знаю что этот риг стоит на балконе поэтому температуру вот такие вот сейчас ну как бы небольшие вот я просто как бы ну смотрю за этим ригом когда есть время и я его собирал вот у человека он просто стоит на балконе и как бы он не всегда может за ним смотреть вот пока у нас все вот так вот получается драйвера встали все обновилась пока все работает что будет дальше вы узнаете буду держать вас в курсе если вдруг что-то пойдет не так там или она отвалится или будут еще какие-то проблемы то я сниму видос там поделюсь общим этими проблемами гнать пока больше не буду пусть так поработает ну денек да вот один два три мегахеша там ничего вообще не сыграет я думаю вот оси все будет стабильно буду прибавлять и по поводу после сразу же вот выскажусь что как бы лично по мне вообще этот после что он есть что его нету уйдет эфира не уйдет эфира вообще абсолютно все равно понятно что там крипто зима упадет доходность там и так далее как бы человек который вот этот риг вот он его сейчас собирал по одной карточке насколько я знаю вот вообще не парился как бы не запас пропадет эфир не пропадет но он говорит просто типа вот собрал буду манить то что майнится вот на перспективу вот и все как бы поэтому тут вообще даже не надо мне писать там что вот зачем полосу смысл собирать ну чтобы майните для этого как бы и собирать вот тут вообще даже не понимаю смысл этих вопросов каких-то или там споры вот эти вот непонятные как бы будем манить то что майнится что приносит прибыли не будет нести прибыли будем манить на перспективу и платить и розетку собственно из кармана потом когда будет выгодно вывести обменяем выведем вот такой вот будет мой ответ вот не будем и классика как бы манить будем манить другую монету которая будет прибыльно так что вот так вот три как бы немое я не собираюсь с вами спорить там о чем-то перспективы не перспективы вот я вам свою мысль в общем высказал и так на этом в общем закончим в общем все у нас получилось надеюсь все все было понятно все рассказал все у нас в общем-то майнится да все он находится вот это classic тоже все хорошо вот поэтому я думаю что эксперимент мой удался и если все стабильно то еще чуть-чуть под разгоним вот на этом я заканчиваю все ссылки где заказывал вот драйвера где эти брал оставлю все в описании вот кому надо берите пользуйтесь где карту заказывал майнингуру 46 тоже ссылку поставлю там ребята адекватные на вопросы отвечают в общем все вообще без проблем оформляете я на тот момент платил 499 usdt за эту карту сейчас они дешевле по 450 можно найти вот но насколько я знаю что эти 370 лаптоп и больше производить пока не будут то ли чипы кончились то ли еще чего в общем с ними будут проблемы остатки как я понял распродадут на там будет видно поэтому пока подешевела я думаю надо брать вот но на этом все всем спасибо кто смотрел поставьте мне жирный лайк все вопросы в комментариях ссылки оставлю всем спасибо всем пока